В России реализуется федеральный проект сохранения уникальных водных объектов. В 45 субъектах Российской Федерации до 2024 года на федеральные средства пройдет более 70 мероприятий, которые должны увеличить пропускную способность водных объектов, рек, озер, их возможность к самоочищению и воспроизводству экосистем, в частности избавляясь от мусора и мелководий. Калязин в числе городов Тверской области, где идет реализация экологического проекта. Об этом рассказывает наш корреспондент. Жесткую водную растительность по берегам Волги в Калязине выкашивают специалисты филиала управления и эксплуатации углического водохранилища. В работе используют спецтехнику, с помощью которой сгребают скошенную траву в куче, а затем складируют на берегу. На воде ставят плавучие заграждения, чтобы растительность не уплывала. Здесь еще примерно метров 300. С водными огоражем, с кашей, чтобы трава не уходила в кучу тоже. Потом приходят, с кашей разгребаем и в кучу складываем. В общей сложности по программе санрасчистки от водной растительности углического водохранилища за два года работы пройдут на 36 гектарах. В частности, в этом году на 15 гектарах. В дальнейшем нашим учреждением разработана еще одна программа, которая рассчитана до 2024 года. Именно в городе Калязино нами предусмотрены места по выкашению у деревень Чаплина, Мышина. Сегодня мы уже смотрим результаты выполненных работ. Немного сложно выполнять, потому что у самого берега встречаются камни, упавшие деревья. Здесь много будет ручного труда. Специалисты считают проблему засорения берегов травой актуальны. Заросли растительности понижают качество воды и пропускную способность Волги. В начале сентября в Калязине планируется провести экологическую акцию за чистые берега, чтобы еще раз обратить внимание общественности на остроту проблемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!